Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим о научно-фантастическом детективном романе «Насморк» Станислава Лема, который на польском вышел в 1976 году, а через два года на русском. В английском издании подобрано более подобающее сюжету название «Цепь случайностей». Лем дает нетрадиционную трактовку обоих жанров – и фантастики, и детектива. Читателю предлагается не только рассмотреть различных подозреваемых, как возможных виновников серии убийств, но и возможность того, что все они произошли чисто случайно. Таким образом, естественные законы теории вероятности и хаоса играют роль подозреваемых и персонажей в детективе об убийстве, придавая роману элементы научной фантастики. Сюжет романа достаточно непрост. Детективное агентство нанимает бывшего астронавта для помощи в расследовании дела о загадочных смертях. Несколько жертв сошли с ума и покончили жизнь самоубийством во время отпуска на различных курортах Неаполя. По-видимому, без всякой причины. Из-за определенного сходства обстоятельств смерти и характеристик жертв, накануне гибели у всех жертв отмечались симптомы мании преследования. Предполагается, что речь идет о серийном убийстве путем отравления. Хотя не было точно установлено, какая, если она вообще была, реальная связь существует между жертвами. В ходе расследования становится очевидным, что некоторые невинные химические вещества могут быть объединены в сильный депрессор, своего рода химическое оружие. Герой испытывает на себе его последствия, но тренировка помогает ему выжить и раскрыть дело. Одно из химических соединений, входящих в состав смертоносной смеси, происходит от противоаллергического препарата, который герой принимает от аллергического ринита. Отсюда и оригинальное название романа и перевод этого оригинального названия на русский, как насморк. Герой обнаруживает промышленные источники химических веществ и демонстрирует, как случайные химические реакции привели к череде смертей. Я вам напомню, что существуют, раз уж мы говорим о смертях от химических веществ, то существуют так называемые многокомпонентные яды, когда по отдельности эти компоненты безвредны, но когда они смешиваются вместе, они становятся ядом. Так, например, в одном из детективном романе была представлена такая серия убийств, когда, по-моему, женщинам, жертвам предлагалась косметика, вроде бы абсолютно безвредная, но преступник точно знал, что эти женщины употребляют красное вино. И в сочетании с красным вином и веществами, которые входят только в него, и составом косметики, будучи нанесенным на кожу и, соответственно, впитанным в кожу и внутрь организма, это сочетание дает смертельный эффект. Однако, возвращаясь к роману «Насморк» Станислава Лема, формально роман может быть отнесен к детективному жанру, однако усложнен элементами других жанров. По сути, это философский роман, поскольку детективный сюжет лишь иллюстрирует проблемы логики, случайности, ограниченности человеческого знания. Детективный жанр, внушавший читателям уверенность в нерушимости существующего порядка, переосмысливается Лемом в совершенно другом ключе, чтобы передать ограниченность человеческого рассудка при столкновении с беспредельной сложностью реальности. На этом я вас больше не буду задерживать и отвлекать от важных ваших дел. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарии. На этом я с вами прощаюсь, желаю всяческих успехов и до новых встреч!